Один на один с проблемой остался житель Кустанайского района. Василий Шамаров на протяжении трёх дней живёт под забором двухэтажки по улице Поповича в посёлке Затобольск. Мужчина не так давно работал, но в результате получения травмы стал инвалидом. А затем, говорит Василий, он попал в областную больницу, потом в топдиспансер, а после лечения в центр адаптации, где он стал нежеланным гостем. В адаптацию у меня не взяли. Один раз привезли, ночь переночевал. Утром объявили завтрак, хотел уйти из, она мне говорит, мол, Шамаров, ты там это? Обожди, я обожаю. Собираю. И еще и отсюда. После мужчина вынужден был скитаться по улицам. В результате обморозил и лишился пальцев на левой руке. Пройдя курс лечения в больнице, теперь вновь оказался на улице. Одинокое пребывание беспомощного мужчины не оставило равнодушными местных жителей. Мы все вот ходим-выходим, жалко его, выходим, еду выносим, все жители дома выносят, соседнего дома. Мы все в шоке. Как так? Живого человека взяли и бросили. Вот он здесь сидит, ночи холодные, просил у нас, чем укрываться ночью, потому что сильно холодно. Как сообщили в Управлении занятости и социальных программ, с 1 января 2012 года наша область стала участником пилотного проекта временного пребывания лиц без определенного места жительства. Но согласно документам, в программу не входят такие люди из Кустанайского района. Случай с Василием Шамаровым оказался исключительным, отмечают в Управлении. В случае с Шамаровым отдел занятости Кустанайского района постарается сделать все необходимое и разместим его в городском Кустанайском центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства на время восстановления его документов и определения его на постоянное место жительства в дом-интернат. После нашего обращения в Управление занятости вечером 24 апреля Василий Шамаров был доставлен в Центр адаптации Кустаная.